Экспортивным новостям в эту субботу на стадионе Центральной пройдет первый тур Европеан Регби Челленд Кап. Это второй по значимости клубный турнир по регби в Европе после Кубка Европейских Чемпионов. Красноярская команда Енисея СТМ по результатам жеребьевки попала в первую группу и в эту субботу сразится с Ирландским Конахтом. Соперники уже прилетели, о будущей игре мы поговорим сейчас в студии. У нас в гостях тренер Енисея СТМ Юрий Краснобаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну расскажите, результаты жеребьевки можно назвать удачными? Вообще, европейские кубки это, так сказать, это мечта для всего советского, российского регби. То есть, будучи еще, когда я игроком был, мы очень мечтали помериться силами с европейскими клубами. Поэтому сейчас вот это такое историческое довольно-таки событие для всего регбийного мира. Не мира, а людей нашей страны, советского, так и российского. Настрой у вас какой? Настрой... Настрой воевать до победы. Тут по-другому никак нельзя, потому что сам вид спорта, это очень сложный вид спорта. Достаточно прийти, посмотреть не саму игру, а до начала игры, посмотреть на разминку игроков, посмотреть, с какими лицами выходят игроки на поле. Я когда смотрел игру по телевизору с моим знакомым, говорю, посмотри на их лица, они выходят воевать. Он посмотрел, посмотрел, да, они выходят не только воевать, они готовы все умереть. То есть, это действительно такой серьезный очень вид спорта, где другого не может быть. Мы можем сейчас говорить о том, какая команда сильнее, какая слабее, но кто победит, не знаем. Ну, мы посмотрим, а расскажите нам про сам вот этот турнир, что это за событие, что оно под собой подразумевает? Ну, самое главное, я уже сказал, это мечта, да? Да. Следующий момент, это три европейских кубка. Самый престижный, это кубок чемпионов. Второй кубок, это вот этот челлендж кап. И третий кубок, это квалификация к этому кубку, челлендж кап, или еще называют кубок вызова. То есть, второй. Вот НССТМ прошел первый кубок, попал в финальную часть, и сейчас попал, получается, в кубок уже второго ранга за челлендж кап. Расскажите немного о легионерах. Я знаю, что вы пополнили состав. Как они могут помочь команде? Как помочь, это мы посмотрим попозже. Ну, действительно, да, европейские клубы, с которыми мы сейчас будем играть, мы предполагаем, что они, конечно же, сильнее, чем те, которые играют в чемпионате России. И поэтому нам необходимо усилить какие-то позиции. И очень важно здесь еще делать очень равноценные замены. Для этого мы пригласили сейчас два игрока, это с российского чемпионата, это из Мунина, Бабаев и Славы, значит, игрока третьей линии Сидоров. И два игрока первой линии, это из Зимбабве и Южной Африки. И одного на Зеландце, это позиция 15-го номера. С кем придется сражаться? Значит, мы попали в первую группу, у нас Бриф Франция, Нюкас Ланкли и, значит, Конахт, который приехал сюда по две игры, одна игра дома, одна в гостях. И вот первая игра мы очень сильно хотели, и у нас получилось, что провести ее в Красноярске. Для устроителей чемпионата этого кубка это тоже определенный риск, потому что приехать в ноябре в Сибирь, где постоянно круглый год зима, медведи ходят и мужики в шапках, ну, с балайками. Это определенный риск. Расскажите, а вы на что делаете ставку в сражении, скажем так, с этими клубами? Очень тщательно проанализировали соперников, что можем мы, что могут они. Обратили внимание, что у игроков соперника тоже две руки, две ноги, то есть здесь мы уже уравнялись. Поэтому будем готовиться, будем постараемся навязать то, что мы можем сделать, показать в лучшем случае. Есть, конечно, нюансы, потому что сейчас игроки вышли из отпуска, у нас не совпадают сезоны. Если у соперника сейчас середина сезона, то есть они в отличной форме игровой, то мы только вышли из отпуска. И здесь у нас есть определенные трудности. Но, тем не менее, война есть война. Я знаю, что вы еще 12 декабря, да, в Сочи у вас состоится игра, это как раз вот с французским клубом Бривом, да? Мы планируем помочь, то есть есть желающие болельщики, которые хотят посмотреть. Пытаемся организовать чартер. Нужно набрать порядка 170 человек. Значит, чартер стоит у нас 23 тысячи рублей с болельщика. Клуб берет на себя затраты по встрече, по размещению по гостинице, то есть поможет там. А, ну, болельщиков как-то по-особенному будете? По цвету раскраса лица или как отбирать? Наверное, по душе. По душе, да, все-таки? Расскажите нам вот главный вопрос, наверное, про центральное поле, поле центрального стадиона. Готово оно, в каком состоянии сможет ли принять такую битву? Вы знаете, это, наверное, особенность тоже русского человека, когда он принимает такие задачи сложные очень для себя, такие профессиональные испытания для себя. И в данном случае тоже в середине... Помните сказку, да, когда в декабре нужно было принести подснежники девочке? Да, это из этой серии, наверное, в ноябре поле. Я не знаю, что они делают, но поле, я уверен, что будет в отличном состоянии, сегодня оно очень хорошее. Вы привыкли ирландцы на таком поле биться? Да, мы тоже зимой не привыкли играть. То есть это будет для всех новинка, да? Ну да, конечно, хоть и считается, что мы местные, привыкли к морозу и прочему, ничего подобного, мы тоже зимой не играем. Ну что ж, я думаю, что это будет интересное противостояние. Спасибо большое, что... Я хочу добавить, это не только интересное противостояние, это историческое противостояние. То есть это первый раз участие клуба в таком кубке, и всех жителей просто города, я призываю, придите, будьте причастны к этому, это исторический момент. Все придите в субботу. Спасибо вам большое, это был Юрий Краснобаев, тренер Енисея СТМ. Спасибо.